Здравствуйте! Новости на телеканале Хабар. В студии Гульнара Жендагулова. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Сегодня под председательством главы государства состоялось расширенное заседание правительства. Перед президентом отчитались по работе за полугодие премьер-министр, министры и акимы. На прямой связи со студией выходит моя коллега Назамгуль Кумыспаева. Она следила за ходом работы заседания. Добрый день, Назамгуль. Какие социально-экономические показатели были предоставлены главе государства? И на что он обратил внимание? Здравствуйте, Гульнара. Прежде чем рассказать более подробно об отчетах и замечаниях президента, хотелось бы сказать, что это расширенное заседание правительства впервые проходит с участием Касымжи Марта Тукаева в должности избранного президента. Само заседание проходит уже четвертый час. Тем для разговора было очень много. Это и социально-экономическое развитие страны, благополучие казахстанцев, и развитие человеческого капитала в целом, а также внешние и внутренние вопросы государства. Касымжи Марта Тукаев отметил, что в целом за полугодие достигнуты неплохие показатели. К примеру, экономический рост составил 4,1%, а показатели инфляции 5,1%. Инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%. Увеличились заработные платы, развивается сфера АПК. Также есть рост темпа строительства жилья. Продолжается работа по списанию пени по беззалоговым кредитам. Особое внимание глава государства уделил вопросу ЖКХ, отметив, что со стороны казахстанцев поступает много жалоб и обращений. Касательно ситуации в городе Арысь, президент выразил неудовлетворение. Предлагаю послушать этот момент. Выражаю неудовлетворение положением дел Министерства обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор. Иначе быть и не может, посадитесь, поскольку последствия инцидента очень тяжелые. Об этом говорить даже и не стоит. Сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий. Грубо говоря, большую часть города разбомбили. Сейчас работает специальная комиссия по расследованию. По итогам работы комиссии, администрации президента, Совету безопасности, следует внести предложение по строгому наказанию всех виновных, в том числе и гражданских государственных служащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности. Эту работу нужно провести срочно. До 10 августа дайте соответствующие предложения. Времени на раскачку нет. И надо четко выполнять поставленные задачи, такой основной лейтмотивом выступления главы государства по итогам расширенного заседания правительства. Оно еще продолжается. И вот о чем президент страны Касымжимар Тукаев говорит министрам и Акимам. В глобальном индексе экономической сложности 2017 года Казахстан занимает только 81 место из 133 стран. Поэтому важно не только увеличивать объемы, но и усложнять корзину производимых и экспортируемых товаров. Сократить количество безработных, а также необоснованные траты бюджетных средств. Разобраться и поставить точку в строительстве Астана и ЛРТ. Привлекать инвестиции в различные проекты, а также науку в сельское хозяйство. И эффективно использовать земли. Все эти вопросы также поднял глава государства. Но более подробно об этом мы расскажем уже в вечерних выпусках новостей в 21.00. На этом у меня пока вся информация. Передаю Гульнара вам слово. Спасибо. Это была Анна Замгульку-Маспаева. Она находится в Доме правительства. А мы продолжаем. В числе главных проблем, требующих незамедлительного решения в сфере социальной поддержки населения, президент страны назвал жилищный вопрос. Это глава государства еще раз отметил на расширенном заседании правительства с участием всех министров и акимов областей. В целом, жилищную проблему вы должны держать под постоянным контролем в поле зрения. Вы должны понимать, что жилищная проблема является самой острой, насущной социальной проблемой нашего государства. Вы видите сами, насколько она обострилась в последнее время. Дайте предложение, как ее решать. В целом и в частности. Мы можем говорить о том, что со стороны определенных людей есть завышенные требования в отношении жилья. Но от этого проблема не найдет своего решения. Это все зависит от правительства. Как мы будем решать эту проблему? Меры социальной поддержки населения стали одним из главных вопросов сегодняшнего заседания правительства. И первое, как уже говорили, это обеспечение жильем. Объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных граждан за первое полугодие позволяют рассчитывать, что к концу года сдадут 20 тысяч квартир. Впервые 3 тысячи арендных квартир без права выкупа получит и работающая молодежь столицы – Алматы и Шемкента. В центре внимания также доходы населения, трудоустройства и рабочие места. С начала года средняя зарплата выросла на 9%, реальные доходы людей на 5,5%. Уровень безработицы снизился до 4,8%. При этом создано 186 тысяч новых рабочих мест. Постоянных из них – 126 тысяч. Идет и активная поддержка бизнеса. Расходы на микрокредитование увеличены до 85 миллиардов тенге и охватывают 19 тысяч человек. Объем грантов вырос до 18 миллиардов тенге. Здесь охват более 37 тысяч человек. Минимальная заработная плата повышена в полтора раза. Работникам бюджетной сферы увеличили зарплату на 30%. Налоговую нагрузку снизили в 10 раз. К 2025 году объем импорта планируется снизить в два раза. Экспорт же, наоборот, будет увеличен до 5 миллиардов долларов в год. 200 тысяч рабочих мест будет создано за счет госпрограммы развития туризма. К 2025 году его доля ВВП страны вырастет до 8%. Правительство Казахстана подводит итоги работы за первое полугодие. И если сравнить с прогнозами Всемирного банка, то Казахстан значительно превзошел показатели. Напомню, в начале года Всемирный банк предполагал, что экономика нашей страны снизится до 3,5% на фоне снижения добычи нефти. Итоги шести месяцев в цифрах расскажет Динара Жамбатырова. Казахстан продолжает курс от сырьевой зависимости. С начала года рост экономики составил больше 4%. Динамика обеспечена преимущественно за счет ускорения обрабатывающей промышленности, транспорта, торговли, а также стабильных темпов в строительстве и сельском хозяйстве. Отмечу, что в строительном секторе значительно вырос объем работ. Больше стали строить промышленных объектов, автомобильных дорог, газопроводов, жилых домов. А в сельском хозяйстве активно и темпами развивается животноводство. Вот это позволило увеличить инвестиции в основной капитал. По итогам шести месяцев денег поступило больше на 11,7%, в том числе частные инвестиции на 13%. Своей главной задачей правительство ставит повышение инвестиций до 20% в год. Годовой объем иностранных вложений нужно увеличить до 34 миллиардов к 2025 году. Большой потенциал для развития туризма, электронной коммерции. Неплохие темпы развития экономики правительство объясняет ростом доходов населения. Реальные доходы выросли на 5,5%. Идет работа по снижению долговой нагрузки населения. С начала года минимальная заработная плата повышена в полтора раза. Более 1 миллиона человек увеличена зарплата на 30%. Планируется построить 500 школ, в том числе более 100 частных. Откроется за счет внедрения подушевого финансирования. Кроме того, по механизму государственно-частного партнерства будет открыто порядка 3000 новых детских садов. К 2021 году будет обеспечен полный переход на новые программы обучения в школах, колледжах и вузах страны. Это были основные цифры социально-экономического развития Казахстана. У меня на этом все. Гульнара, тебе слово. Спасибо. Это была Динара Жанбатырова. В цифрах представила нам итоги социально-экономического развития страны за первые полугодия. И к другим темам. Казахстану нужно наращивать транзитный потенциал. Об этом говорили сегодня на Международном авиационном форуме. В Нур-Султане столица Казахстана находится в географически выгодном положении между Европой и Азией. Но пока не стала самым загруженным и популярным авиакоридором. Выход из ситуации в наращивании числа стыковочных и транзитных маршрутов. И открытие новых из Казахстана. Мы сейчас предпринимаем меры по развитию транзита, по развитию пассажиропотока. То за последние 7-8 лет транзитный пассажиропоток через Казахстан вырос более чем в 20 раз. Если мы начинали с 20 тысяч пассажиров, то в прошлом году этот показатель составил 900 тысяч. То есть, соответственно, динамика налицо. Сегодня еженедельно осуществляется порядка 500 рейсов. 27 государств мира по 98 на авиамаршрутах. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова